Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, почему презервативы женщину убивают. Меня зовут Наталья Венченко-Морозова. Я практический психолог. И вот уже более 14 лет провожу тренинги и семинары консультации по женскому здоровью и отношениям. Я являюсь экспертом на телевидении, автором тренингов и книг о женском здоровье и руководителем школы высшего женского мастерства «Леди Гид». Почему презервативы убивают женщину, разрушая женское здоровье? Дело в том, что когда вы используете презервативы, вы, наверное, замечали, что все презервативы покрыты смазкой. И мы думаем, что это просто смазка, лубрикан. Но на самом деле большинство презервативов, выпускающихся сегодня, которые можно купить даже в аптеке, содержат спермициды. Что такое спермициды? Спермициды – это сильные химические вещества, которые разрушают сперматозоиды. Представляете, сильное химическое вещество, которое разрушает сперматозоид так, что он прекращает двигаться. И когда женщина пользуется презервативом, то, хотите вы не хотите, спермициды попадают в женское влагалище. Сильное химическое вещество, которое разрушает сперматозоиды. То есть получается, как будто бы двойная защита. Презерватив, как резиновое изделие, защищает для того, чтобы не попали сперматозоиды в женское влагалище, чтобы не наступило оплодотворение. Плюс еще сильное химическое вещество, которое разрушает сперматозоиды. И это как бы предохранение от того, что вдруг презерватив порвется. И еще существует такая версия, что поры латекса презерватива 5 микрон, а сперматозоид 4 микрона. То есть на самом деле сперматозоид может проникнуть через поры латекса презерватива. Но это всего лишь такая теория. На самом деле, как оно обстоит, дело только сам Господь знает, почему-то же через презерватив вода не проливается, а клетки воды намного меньше, чем сперматозоиды. То есть, грубо говоря, если бы сперматозоид проникал через поры латекса презерватива, то он был бы похож на очень крупного человека, который проходит через дверь. Вот так бы это выглядело. Но вернемся к спермицидам. Сильное химическое вещество, которое разрушает сперматозоиды. Представляете, как это сильное химическое вещество влияет на слизистую влагалище, влияет на микрофлору влагалища. У нас в влагалище свой мир. Там находятся лактобифидобактерии, которые защищают женщину от разного рода инфекций, вирусов воспалений и так далее, и так далее. И вот наша слизистая, наша микрофлора тоже разрушается спермицидами. И женщина, которая постоянно пользуется презервативами, она очень сильно рискует получить воспалительный процесс за счет этого во влагалище. Поэтому задумайтесь над тем, стоит ли вам пользоваться презервативами. Для того, чтобы научиться откладывать зачатие, если у вас есть такая цель без презервативов и без других контрацептивов, которые тоже разрушают женское здоровье, я вам рекомендую зарегистрироваться на моем сайте ladygid.ru, приобрести мою книгу «Главная книга о женском здоровье», где я рассказываю о том, какие существуют методики и способы для того, чтобы откладывать зачатие. В следующем видео я расскажу обязательно еще, почему так важно не пользоваться презервативами, почему так важно, чтобы сперма попадала в женское влагалище. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, я обязательно на них отвечу в следующих видео. Регистрируйтесь на моем сайте LadyGid, приходите на мои бесплатные вебинары, на мои лекции, на мои тренинги, и там вы получите полный набор всех рекомендаций и ответите на все свои наболевшие вопросы. До встречи в следующем видео, с вами была Наталья Ленченко-Морозова, всем пока-пока.